Всем привет! Меня зовут Сергей, мы находимся в магазине Тесорт. И сегодня я расскажу о том, что такое гомогенный линолеум. Где его использовать, когда в этом есть смысл, особенности ухода и укладки. Итак, гомогенный линолеум. Судя по названию, он состоит из одного слоя. Действительно, это так. В чем смысл такого линолеума? Вы по нему ходите, протираете его, протираете, протираете. И пока он не протрется до конца, он у вас продолжает служить. При правильном уходе он будет выглядеть как новый. Сколько он может служить? В качестве примера. В Швеции я был в больнице с 52-го года. Там лежит такой линолеум, причем самый дешевый. И до сих пор выглядит как новый. Больница огромная, 20 тысяч квадратных метров. Там тысячи больных лежит на первом этаже. То есть там проходимость очень-очень серьезная. Его правильно уложили, за ним правильно ухаживают. И он до сих пор служит. Значит, состоит он из одного слоя. Из чего стоит сам этот слой? Это ПВХ, полиуренелклорид, мел, пластификаторы. В зависимости от коллекции, есть еще добавки полиуретана или нет. Я сейчас об этом расскажу. Значит, когда есть смысл применять такой линолеум? Это очень важно. Если вы планируете срок эксплуатации на 15, 20 и более лет, в этом смысле, в этом линолеуме есть смысл. Уход за ним достаточно дорог. Но сам материал стоит не очень дорого, примерно столько же, сколько обычный гетерогенный коммерческий линолеум. Или чуть дешевле, или чуть дороже, в зависимости от коллекции. Укладка стоит одинаково. Эксплуатация стоит дороже здесь, в гомогене. Так в чем же смысл? А смысл в том, что он может прослужить 50 лет, и за это время обычный гетерогенный линолеум вы поменяете, грубо говоря, 5 раз. Или 10 раз, в зависимости от проходимости. Поменять линолеум – это затраты на материал, это затраты, чтобы его снять, затраты, чтобы его настелить, вынести мебель и так далее. То есть, это экономия, гомогенный линолеум – это экономия на затратах в случае длительного срока эксплуатации. Школы, больницы, офисы, торговые центры, там достаточно часто реновация происходит, но там и большая проходимость, то есть, тоже есть в этом смысл. Итак, линолеум разный. Цена может колебаться в 2-2,5 раза между разными коллекциями. Давайте начнем с самого дешевого линолеума, гомогенного, без всяких спецобозначений и приставок. Он состоит как раз из ПВХ, мела и пластификаторов. Все это перемешали в специальном устройстве, через экструдер выдавили лист, засунули под пресс, получили лист толщиной 2 мм, зашлифовали его. Вот эта сторона зашлифована, обратной нет, при укладке иногда путают. Ширина всегда 2 метра, приклеивается на бетонное основание. Швы между собой свариваются с помощью горячей сварки, с помощью специального шнура. Основание должно быть сухим, ровным, чистым, прочным. Ну, все как всегда. Значит, чем отличается дешевая коллекция? Вы ее положили, начинаете эксплуатировать, и она у вас сразу начинает загрязняться. На поверхности гомогенного, самого дешевого линолеума, пора ничем не закрыта. Он у вас сразу начнет загрязняться. Поэтому такой линолеум после укладки закрывается специальной полиуретановой мастикой. То есть, кроме самой укладки, вы должны сразу провести обработку полиуретановой мастикой. Тогда поры верхние закроются, вы будете по нему ходить, и пока вы не сотрете полиуретановую мастику, у вас линолеум загрязняться не будет, ну, то есть, его можно будет просто помыть. И грязь в поры не будет въедаться. Пройдет время, полиуретановая мастика сотрется, вам линолеум начнет загрязняться, вы должны будете взять специальную машину, которая размоет грязь, въевшуюся с помощью специальной химии, потом вы его заполируете с помощью этой машины, потом вы нанесете опять полиуретановый лак, и опять он будет у вас служить, не загрязнять. В какое-то время. Загрязнился и повторяет, и много-много-много циклов такой линолеум может выдержать. Я не знаю сколько, очень много. Берем следующую серию. Рассказываю сейчас о линолеуме Таркет, на самом деле они фактически монополисты в России, поэтому беру их маркировку. Следующая серия обозначается значком плюс. У Таркета две коллекции, прима плюс и темпа плюс. Что означает этот плюс? То, что этот линолеум в момент производства уже закрыт полиуретановым лаком. То есть вы его положили и начинаете эксплуатировать. Полиуретановый лак не дает ему загрязняться, вы его моете, моете, полиуретановый лак стерся, он начал загрязняться, и все повторяется заново. Вы наносите, ну, размываете грязь, шлифуете, наносите полиуретановую мастику. И все, и дальше, то есть у вас есть просто некоторое время до первого специального ухода. Следующая серия IQ. А, может быть, IQ Melody, IQ Zenit, IQ Monolith, разная есть коллекция. В чем отличие этой серии? Она закрыт сверху полиуретановым лаком, но кроме этого она им еще насквозь пропитана. Что происходит? Вы начинаете, вы его уложили, начинаете эксплуатировать. Вы стерли верхний слой лака. Он у вас начал загрязняться. Вы его размываете и сразу шлифуете, не нанося мастику. Полиуретан имеет температуру кипения гораздо ниже, чем ПВХ имел, из которого стоит этот линолеум. И он им пропитан, этот полиуретан. Полиуретан в момент шлифовки закипает и закрывает порок этого линолеума. И все, мастику использовать не нужно. Кроме этого, отличие, конечно, не только в этом. Вот в таком продукте серии IQ ПВХ гораздо больше и гораздо меньше мела, чем в серии без всякой маркировки. Чем у вас больше ПВХ, чем меньше мела, тем медленнее он будет истираться, и тем дольше будет служить и медленнее загрязняться. В общем-то, и на самом деле, чем дороже линолеум гомогенный, тем он легче весит. Потому что меньше мела, а мела тяжелее ПВХ. Есть еще специализированные всякие гомогенные покрытия, например, коллекция Тора. Тора – это электростатическая коллекция, которая использует помещения в лабораториях, в операционных, то есть там, где нужно снимать статическое электричество, в сборочных цехах микроэлектроники. Такой линолеум тоже имеет серию IQ, но особенность его главная не в этом, а то, что там есть графит в составе, и он нужно укладывать специальным образом, то есть он токопроводящий этот линолеум. В принципе, наверное, вот все, что я хотел рассказать о гомогенном линолеуме. Это прекрасный материал. В Европе, я не знаю, наверное, примерно 50% продаж всего линолеума, включая бытовой, коммерческий, это гомоген. Ну, в всяком случае, примерно сейчас. Примерное соотношение такое. Может быть, даже больше сейчас уже гомоген продается, чем всего остального. Европейцы любят считать деньги далеко вперед, поэтому используется повсеместный такой линолеум. Приходите к нам в магазин, дадим вам подробные консультации, расскажем что-то еще интересное. Ставьте лайки, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал. Все, спасибо, пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok